Итоговая коллегия Главного управления по образованию Брестского облсполкома – идеальная площадка для обмена опытом, составления планов и решения задач. В целом проведена, конечно, колоссальная работа по всем направлениям деятельности и всем уровням образования. В Брестской области функционируют свыше тысячи учреждений образования. В текущем учебном году функционируют 472 учреждения общего среднего образования, 449 садов и 31 колледж подведомственным Главным управлением по образованию. Радует то, что численность наших детей по-прежнему очень высокая. Мы по численности детей вторые в республике после города Минска. Так, в учреждениях общего среднего образования обучается 172 тысячи учащихся. Не намного больше, чем в прошлом году. Конечно, огорчают то, что первоклассников у нас стало на 2000 меньше. Такая же ситуация складывается у нас и по учреждениям дошкольного образования. Для обеспечения шаговой доступности детских садов в прошлом году, в 2023 году, ввели в эксплуатацию два учреждения дошкольного образования. Встроенный детский сад на 75 мест в городе Иваново и детский сад на 350 мест в микрорайоне ЮЗМР-5 в городе Бресте. На выполнение работ по капитальным и текущим ремонтам в 2023 году области направлено порядка 22 миллионов рублей. Капитальный ремонт проведен в 25 школах первого региона. Обновлено и технологическое оборудование для учреждения общего среднего образования. За счет средств местных бюджетов на сумму порядка 7 миллионов рублей. Полностью выполнен областной план по ремонту пищеблоков. Работы проведены в 15 школах. Школьный автопарк приумножился на 71 автобус. Небывалое количество из них 45 автобусов закуплено только за средства областного бюджета. Кроме того, в колледже мы приобрели для образовательных целей 23 грузовых автомобиля МАЗ, что позволит тоже усовершенствовать образовательную подготовку наших детей. Что касается достижений самих учащихся, то по учреждениям общего среднего образования это, как всегда, высокий результат на конференциях исследовательских работ. 20 из 49 участников вернулись с дипломами победителей. В прошлом году их было 70, и нам есть на чем работать. В этом году мы усилили взаимодействие с нашими университетами Брестской области. Очень хочется надеяться, что результат не заставит себя ждать, и наши дети выступят лучше в этом учебном году. Кроме того, на международном уровне у нас 13 дипломов и медалей победителей. Конечно, все эти успехи учащихся невозможны без работы педагогического состава. В торжественной обстановке 63 представители учреждений образования области получили заслуженные награды от Брестского облсполкома и областного совета депутатов. Нагрудные знаки отличника образования, почетные грамоты Министерства образования Республики Беларусь, а также благодарности председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Главное ощущение, особенно перед началом этого мероприятия, конечно, волнение. Эмоции только позитивные. Сделано было очень много, работали всем коллективом. Есть победители республиканской, международных олимпиад по различным учебным предметам, есть победители в разных конкурсах, конференциях и так далее. Но, наверное, самое главное, что, на мой взгляд, для школы из стен нашего учреждения выходят выпускники, востребованные обществом, и которые являются настоящими гражданами Республики Беларусь. Это подтверждается многими событиями. Вот это, я считаю, самое главное. Заслуга нашей коллективной работы, школы, моего руководства, ну, наверное, заслуга нашей совместной работы, моей школы в достижении воспитательных вопросов, в образовательном процессе. Все направления, которые мы выбрали в нашей работе, активно развиваются. Это и инновационное направление. Считаю, что такой выбранный хороший, такой инновационный заклад в работе школы, который дает свои результаты. Асирина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова